Мой доклад называется «Инфраструктура лесозаготовок в сибирских лесах. Ограничение возможности развития». И я вас, например, приветствую. Мой доклад, мой рапор на вопрос «Инфраструктура для эксплуатации для сибирских лесов. Общения и возможности для развития». Я подключил логичей с этим рапортом в «Изум». Итак, общий план здесь достаточно простой. Я поговорю о двух сюжетах в рамках этой темы. Первое – это характеристика состояния лесной инфраструктуры в России. И второе – это влияние изменения климата на лесозаготовки на примере сибирских регионов. Мой доклад, мой рапор – это следующий. Первое – это исследование о состоянии лесозаготовок в России. И второе – это влияние изменения климата на лесозаготовок в сибирских лесозаготовок в сибири. Россия, как известно, обладает самыми большими запасами лесов в мире, но тем не менее не является ведущим мировым лесозаготовителем. Огромный потенциал древесных и недревесных функций российских лесов оказывается в этой связи невостребованным и, на наш взгляд, нерационально используется. Огромный потенциал древесных функций «бои» и «non-бои» для форей русской лесозаготовок в России используются не древесные. Об этих проблемах написаны тысячи страниц в академической отраслевой печати и практически все тезисы этих исследований критические. Все ли эти проблемы от неэффективного управления? Все ли проблемы, они имеют новую географию в России или нет? Помимо объективных недостатков отечественной практики лесопользования, Россия обладает уникальными природно-географическими ограничениями развития лесного хозяйства. Это нужно понимать. Главной проблемой здесь является огромное пространство нашей страны. Критическое значение в таком случае имеет инфраструктуру лесозаготовок, в том числе с учетом проблемы изменения климата. Гипотезой нашего исследования о ключевых вызовах для инфраструктуры лесозаготовок в российских лесах является два следующих пункта. Первое, это проблемы низких темпов строительства лесозовых дорог, а также их низкие качества. И второе, отсутствие стратегии развития инфраструктуры лесозаготовок в условиях наблюдающихся изменений климата. То есть, мы видим, что большая ошибка в этом исследовании своей страны для инфраструктуры лесозаготовок в России с тем, что с тем, что у них подростков в строительстве понятное преимущество. La seconda, c'est l'absence de stratégie pour développer les infrastructures d'exploitation forestière face au changement climatique. La seconda, c'est l'experience internationale d'organisation d'infrastructures forestière. L'infrastructure d'exploitation forestière est située de manière compacte et à proximité de l'infrastructure générale de transports civils. Les routes forestières servent d'accès aux forêts en cas d'incendie. Elles sont utilisées pour les mesures de protection des forêts. Dans la plupart des pays leaders, la phase principale de construction des routes forestières est déjà terminée. La seconda, c'est l'infrastructure d'exploitation 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 d'exploitation. La seconda, c'est l'infrastructure d'exploitation d'exploitation forestière de différents pays. Des pays leaders sont sur cette page. Donc, pour la Finlande, la densité des routes forestières est 6,5 kilomètres par hectare. Pour les États-Unis, c'est 2,3 kilomètres par hectare. Et pour la Russie, seulement 1,6 kilomètres par hectare. Et cette chiffre est calculée sur une autre approche, ce n'est pas le chiffre officiel. C'est l'infrastructure d'exploitation 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 d'exploitation. C'est l'infrastructure d'exploitation 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 d'exploitation. Et la différence, c'est la amplitude d'exploitation 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 d'exploitation. И здесь видно, что это такой традиционный график с накоплением, на котором примерно к 2000-м годам была достигнута цифра в 130 тысяч километров. Продолжение следует... Динамика строительства лесных дорог России выглядит по-другому. И самое главное, что мы должны знать из этого слайда, что практически это единственные пять цифр, которые Росстат через портал ЕМИС дает в качестве примера статистики по лесной инфраструктуре в России. То есть буквально эти пять цифр, причем и они тоже, на наш взгляд, странные. Donc, здесь, это динамика для строительства лесных дорог в России в 1000 километрах. Это единственные пять цифр disponibles для статистики по лесной инфраструктуре в России. Что с ними не так? Этот показатель наблюдается в рамках государственной программы Российской Федерации развития лесного хозяйства. Типичная отраслевая программа, которая существует у нас по всем ключевым направлениям, по всем отраслям экономики. На тринадцатый и двадцатый годы, но в ней не содержится разъяснение о методике расчета этих показателей. Что с ними не так? Что с ними не так? Почему, если не считать 2016 года, каждый год цифра практически стабильна, при этом остальные показатели развития отрасли варьируют достаточно существенно? Вопрос, к которому мы задаемся и не находим ответа. Почему, в том числе 2016, цифра практически стабильна? Что с ними не так? 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 Как это? По всей видимости, это артефакт самой системы учета, а не наблюдаемого влияния. То есть, наблюдается просто некое искажение цифр, которое достаточно типично для нашей статистики. В частности, совсем недавно вышла программа прогнозирована замечательная статья Александра Александровича, в которой все компактно по этому вопросу изложено. Это, в нашем случае, это артефакт для системы учебного компания, и не наблюдается в том, что это не наблюдается. И т.к. reduce diesen вопрос. Дескрипье а revue Stadium Russian Economic Development я не знаю, как это tradуится киет-экри пар профессор Широв киет-э ля пандан ля сессион пленэр Селаясь на данные вослисхоза, журнал Леспроминформ приводит данные о том, что на 10-й год в России на 1000 гектар земли лесного фонда приходится в среднем 1,65 километров транспортных путей всех типов, включая дороги общего пользования. Отсюда эта статистика. Такой цифры для официальных данных мы просто не обладаем. А с референом о донне до рослисхоза, ля ревью Леспроминформ фурни де донне, селон лекэль, а он миль эктар дутэр форестер и ля алмуэн ал вергюль си километру ду ва дутранспорт дуттик и кумбри ля руд публики. Там же отмечается, что этот показатель для ведущих странных заготовителей выше в 35-40 раз. Тем не менее, в соответствии с приведенными ранее данными национальных источников, цифры должны быть существенно ниже. Дело в том, что в России, как выяснилось, традиционно считают показатель плотности с учетом дорог всех типов, в то время как на Западе принято отдельно учитывать протяженность непосредственно лесной инфраструктуры, а не всех возможных дорог, существенная часть которых может не иметь никакого отношения к обеспечению доступа к лесным угодам. Думаш, как следует, она равна. И в мире считана реглинаруется курсами дёжного рудового 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 ряда, на самом деле, член к обеспечению Усюзниечества, наценичном оде депрогером для обеспечения датчик-д话 丼, дж-д краям двигателей, глинатия-запно, медведь, а также дж-д our дж-д немецкий подвозник в six republicах , с 記я и о дж-д и что же не так с нашей инфраструктуры недостаток инфраструктуры лесозаготовок россии обуславливает наметившуюся парадоксальную тенденцию в самой богатой лесами стране становится катастрофически мало доступна для заготовки древесины эта проблема с которой мы сталкиваемся вновь сибири альбер чей-то не надо павел я инфраструктуры 2 2 по российской ломан дирекструктура дэкспо тасим фористияр интернет уны тенденция парадоксал донулы в ближайшем форейтару мудростью на диспотнебилит и дуба екан катастрофе кима фабрика сервис Наиболее привлекательных с транспортно-логистической точки зрения районных страны, расположенных в относительной близости от Транссиба, лесов становится все меньше. Il y a de moins en moins de forêt dans le pays le plus attractif du point de vue du transport et de la logistique, situé à proximité relative de Transsibirien. Все чаще лесозаготовители вынуждены вести свою деятельность в удаленных северных районах, практически на границе с Тундрой, потому что леса южнее уже не осталось. De plus en plus souvent, les bouchons doivent exercer leurs activités dans les régions nordiques et libaniques, pratiquement à la frontière de la tundra, car il n'y a plus de forêt au sud. Сколько стоит строительство дорог, если мы хотим наращивать темпы? Мы, наверное, хотим это делать. Стоимость строительства лесных дорог очень варьируется в зависимости от множества факторов. Alors, combien coûte la construcció d'une route forestière? Évidemment, le coût de la construcció d'une route forestière varie beaucoup en fonction du nombre de facteurs. Если для самого простого расчета исходить из стоимости дорог в 1,25 миллиона рублей за километр, есть такие оценки по Ленинградской области, то строительство каждой тысячи соответственно обойдется в 1,4 миллиарда рублей. Если le calcul le plus simple est basé sur le coût des routes de 1000,25 millions de rubles par kilomètre, la construcció de chaque millier coûte environ 1,25 миллиарда рублей. Таким образом, увеличение темпов строительства лесных дорог в два раза от текущего, ну, от 6000 километров в 2018 году, потребует не менее 9 миллиардов рублей ежегодно. Ainsi, le doublement du rythme de taux de construcció d'une route forestière à l'actuel 6 000 kilomètre en 2018, nécessite au moins 9 миллиардes de rubles par an. Даже в таком случае, нам понадобятся годы для того, чтобы довести плотность лесных дорог до состояния сопоставимого с ведущими странами лесозаготовителя. Malgré tout, il faudra des années pour amener la densité de routes forestières à un niveau comparable à celui de principal pays d'exploitation forestière. На следующих слайдах представлены две фотографии, снятые в декабре прошлого года. Это климатические аномалии нашего севера. Инисеев скрылся в районе села Ярцево, это 60-й градус северной широты. То есть, то место, где в это время, в декабре, всегда должна была быть, то есть, он был всегда замерзшим. И на следующем слайде такая же ситуация. Уже в январе поселок Стрелка немножко южнее, ближе к Лиссасибирску, но, тем не менее, это очевидная аномалия, которая иллюстрирует сюжет влияния изменения климата уже на лесозаготовке. Итак, на две части, у нас есть фотографии, которые показывают ситуацию с действием, с действием, с действием, с действием в Сибири. Инисеев скрылся в городе Ярцево, в городе Красноярске, в 8 декабря 2019. Мы провели исследование, результат, который я тоже кратко вам сообщу здесь, как, собственно, изменение климата влияет уже и будет влиять на лесозаготовки в наших регионах. Дело в том, что в Сибири большая часть бариальных лесов расположена в зоне с относительно влажными лесными почвами, что делает лесозаготовку доступной исключительно зимой, когда мороз и постоянный снежный покров и стабильная отрицательная температура. Мы сделали моделирование на влияние на изменение климатического изменения, на эксплуатации флористской области. В Сибири, большинство флористской области находятся в зоне, где с флористской области довольно холодной, для проверки гипотезы о постепенном сокращении продолжительности сезона лесозаготовок под влиянием эффекта потепления. Мы рассчитали продолжительность сезона для 8 репрезентативных станций в Красноярском крае Иркутской области, которые вместе ответственны за более чем 40% заготовки в стране для периода 1966-2018 года. Pour тестировать льпотеза д'une рэдукция прогрессивна для дюрея сезон для эксплуатации флористской области, с инфлюзивным расширением, мы рассчитали дюрея сезон для эксплуатации флористской области в 8 стациях репрезентативных в крае Красноярском и области Левкутской между 1966 и 2018. Мы обнаружили свидетельство сокращения длительности сезона почти для всех рассматриваемых станций с неравномерным влиянием на начальную и конечную границу сезона. Депрессы о редакции длительности сезона для сезона эксплуатации форестия были найдены почти все станции с инвестором инвестором на сезон на сезон. Потепление климата практически не влияет на дату начала сезона зимой, но очень значительно сдвигает границы окончания сезона весной. Используя модель Арима, мы показали, что в ближайшем будущем тенденции постепенного сокращения продолжительности сезона будут сохраняться для большей части рассматриваемых станций. В ближайшем длительности сезона не влияет на дату в Дачинск, недалеко от Красноярска, где продолжительность сезона сократится со 148 дней до 136, то есть более чем на 12 дней в 2028 году, что отражает законодательности трендов глобального потепления. В ближайшем длительности сезона на датчинске, где продолжительность сезона на датчинске, где продолжительность сезона сезона на датчинске будет увеличить до 148 дней в период от 1966-2018 до 136 дней в 2028, что формирует регулярность сезона в датчинске. Таким образом, потепление климата почти не влияет на дату начала сезона зимой, но отодвигает границы сезона весной. С экономической точки зрения, более короткая продолжительность сезона очевидно означает меньшее количество запасов древесины, имеющихся в наличии для рубки. Это сделает компании, неспособной выполнять свои планы лесозаготовок и приведет к их потерям в будущем. Чтобы избежать этих потерь, сибирским лесозаготовителям придется адаптироваться к этим изменениям и рассматривать свои экономические стратегии с точки зрения интенсификации лесозаготовительных работ и строительства соответствующей инфраструктуры. Pour éviter les pertes, les sociétés forestières sibériennes devront s'adapter à ces changements en revésant leurs stratégies économiques en termes d'intensification des opérations d'exploitation forestière et de construction d'infrastructures appropriées. Ну и в заключение, выводы, прежде всего, общая для всей национальной статистики проблема низкого качества наших данных и скудности особенно остро ощущается для экономики лесного хозяйства. Проведенный анализ показал, что даже после коррекции сопоставления статистики плотности лесовозных дорог в России и в ведущих странах лесозаготовителях, наша страна более чем на порядок отстает по данному показателю. Наша анализе показал, что даже после коррекции и сравнения на статистики на densidad для ручки в России и в основных странах для эксплуатации forestер, наш странах находится в отношении по данному показателю на уровне огромной статистики. С учетом большой важности лесной инфраструктуры для развития ресурсной базы, отрасли недостаток будет выступать серьезным лимитирующим фактором увеличения объема вывозки древесины в средней и долгосрочной перспективе. В зависимости от здесь нужна не стратегия развития сектора с учетом этого явления, а в настоящий момент в ней вообще даже нет упоминания. Продолжение следует... Продолжение следует... Более подробно с результатами во второй части по влиянию изменения климата на сезон можно ознакомиться в работе. Она вышла в июле в журнале Forests. Здесь представлена ссылка. Там все графики, расчеты, методика и так далее. Кратко благодарности. Мы благодарны Академии Паваганову за создание прекрасных условий для нашей работы. Также отдельное спасибо посылаю Новосибирску Ольге Владиславовне Тарасовой за ценные замечания по одному из двух представленных исследований. Оно выполнено за счет гранта российского фонда, научного фонда, а синтез выводов сделан уже в рамках нашего мегапроекта. Альер, я очень благодарю. Они хотят исправить благодарность Академии Паваганов для того, чтобы создать эксцелленные кондиционы работы в работе и в дискуссии пресчет в отношениях в сфере и в отношениях в отношениях к Ольге Тарасова от Новосибирск для этих пресечных комментариев на один из блог для исследований. Эта исследована была реализована благодаря гранту Сиентфика Русси и гранту Мега-грант Министер для Эдукации и Сиент Русси. Большое спасибо и извините если долго или скучно. Большое спасибо Антон Игоревич. Нет, как раз мы хотели бы вас поблагодарить за компактность вашего даклада. Ольга... В наиболее мы хотели бы вас поблагодарить за компактность и даклада. Вот к вам есть вопрос у академика Борис Николаевич Порфирева, а если еще кто-то хочет задать вопрос и просьба приготовить эти вопрос пока. Антон Игоревич, во-первых, большое спасибо за ваш очень интересный даклад. Tout дабор, merci beaucoup по этой интервентации интересной. Я хочу согласиться с вашей постановкой и вопрос касательно статистики, которые я бы еще добавил помимо дорог, еще вопрос статистики учета продуктивности и поглощения углеродов лесами, о чем вы прекрасно знаете, но это просто не предмет вашего сообщения, но это тоже статистика. Спасибо. Donc, concernant les statistики, я бы добавил к вашей статистике на ручной статистике на продуктиве и также на капитане на карбоне за лесами. Вы знаете bien эти статистики существуют, но это не вопрос вашей intervenции. У меня есть вопрос вы справедливо упомянули про компенсационные усилия связанные с уменьшением сезона леса готовых через увеличение интенсивности и эффективности самих этих леса готовых. Я с этим согласен. Но при сокращении леса с другой стороны это означает что сохраняется больше леса на корню и соответственно сохраняется его поглощающая способность. Если углерод переводится в деньги, то соответственно получается некоторый позитивный эффект. Скажите, пожалуйста, вы его как-то оценивали? Света из-за эпидемиар поверхности с из-за прожить станет жambled feu. И так он эффит созидит по литмоз в к прожив FPS в путь уров по Спасибо, Борис Николаевич, за внимание к этому докладу и вашу очень точную реплику. Я с вами полностью согласен что эффект здесь будет иметь дуальную природу. Какую природу? Дуальную. Там какое-то эхо, очень плохо слышно. Взаимную дуальную природу. Я все-таки согласен с вами, что у нас будет дуалист. В том исследовании, которое мы делали и которое неожиданно заняло очень много времени, задача была посмотреть как сокращается сезон. В нашей исследовании, которая получила много времени, идея была посмотреть как эта сезон эксплуатации форестияры будет увеличена. Сколько она будет увеличена? Какие дальнейшие эффекты это будет иметь для экономики лесного хозяйства, особенно с учетом обсуждаемого нами с вами сейчас сюжета связанного с поглощением углерода, это предмет дальнейших исследований? Поэтому я предлагаю рассматривать ваш вопрос как повестку для будущих обсуждений.